Друзья, мы начинаем второй день этого фестиваля. У нас друзья, Дмитрий Анатолий Лисович Рос, Макарск, Петербург. Давайте немножко настроим. У нас урок для преподавателей. Моя задача, чтобы мы все взяли информацию, как работать с учениками, как работать со своей методикой и так далее. Поэтому, если вам что-то непонятно, и если объяснение идет или вам кажется, что оно идет вразрез с тем, что мы делаем, что мы преподаем, вы задаете вопрос и добиваетесь ответа, пока вам не станет понятно. То есть кивать, если вы не поняли, не надо. Хорошо? Ты можешь на вас расщитываться. Хорошо, у вас в этом пахнет отчаяние преподавательские. Детельность. Так, ну и вчера Рома нам обозначил. Вы можете что-нибудь сказать? Давайте так. Рома мне сказал, чему мы хотим. Ну, мы хотим, наоборот, уйти. С тебя. С меня. Да. Чему ты хотела бы от этого занятия, если что для тебя важно? Почему важно? Ты их выдаешь? Да. Что? Идем на уроки. Да. Так. Ну, собственно, нам наложили Рома, чтобы продолжать дальше. Возвращайтесь, ребята. Возвращайтесь. Давайте шусть и едем. Давайте шусть и едем. Шусть и едем. Шусть и едем. Рома, у нас очень жесткая работа. Просто в тизайн это заводит. ВOS, как прожаг, как только. В Питере и Санц. В Санц. В Санц. ВОТА. Мои реалии. Уходи на руку. Статистически говорим, что там довольно много, но... Про них. Вот. Давай твои вопросы. Может быть твои личные феоритмы, и если ты кончишь твоего, как и не завтра. Давай начну, наверное, с моего пожелания к тому, какими бы, наверное, я хотел, в том числе, чтобы были и умели быть ребята. То есть это восприятие не только того, который нравится, но и современный эмоций, но в принципе всех стилей. То есть отношение к классике на том же уровне, на котором, допустим, прет тебя и так далее. И, соответственно, этот подход. И как бы... Можно я второе скажу? Можно, но после того, как Рома записывает. Он тебя ждал? Да. И относительно себя, действительно, посмотреть с другой стороны, потому что я уже замылился, замылил свой взгляд. Мне кажется, что я когда объясняю людям, мне это все понятно. А, скорее всего, им, особенно тем, кто там еще навначает свой танк на пути, для них это звучит, как какой-то там язык в сеансах и так далее. То есть, может быть, увидеть что-то более близкое к народу. Я с ней не понять, как мы можем донести. Потому что конечная цель у меня этого, чтобы людей было много и у них получалось реально, да, то есть, что они действительно танцевали. Пусть там невысокий уровень, пусть там простые какие-то шаги перемещения, но тем не менее. И им это нравилось. То есть, они ощущали, что да, у них все клево, и они хотят, хотят, хотят. Угу. Угу. Где много им нравится. Хорошо. И это, в самом деле, такое самооценка. Чтобы замылился глаз, это значит, что на баланс. Так. Хорошо. По вопросу структуры, чтобы вот занятие вытекало одно из другого. То есть, не так, чтобы мы сначала сегодня посмотрели одно, завтра мы посмотрели кардинальное другое что-то, потом уже все третье, а потом вернулись к первому, когда уже все все замылили. Видишь? Правильно. У меня даже вопрос. Как объяснить человеку, что как надо правильно делать, если он на протяжении долгого времени абсолютно это не делает? То есть, у него явный, вот, идет в этом косяк, да, но он никак не хочет его исправлять. То есть... Можете просить записать этот вопрос у себя? Как объяснить человеку... Держи. Серьезно. Это важно и для тебя, и для нас тоже. Я немножко экономлю здесь место, чтобы не терять. Как объяснить человеку то, что он долгое время не делает? Угу. Ну, как тебе? Посмотрим этот вопрос. Как объяснить человеку то, что он долгое время не делает? За этим вопросом стоит проблема. Неизвестно с какой-то стороны. Нет. Там две стороны. Одна сторона твоя, а другая сторона человека. Угу. 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 Чья проблема? Как объяснить твоя проблема? А то, что он не делает, это его проблема. Потому что ты объясняешь ему не то, что он хочет делать. Ну, он не хочет его делать. Очень комфортно. Угу. Угу. Здесь есть как объяснить, то есть добиться понимания. И как обеспечить делание. То есть создать мотивацию. Это два разных вещей. Угу. Угу. Это как часто идут, оперейку прием. Угу. У меня человек не научат, потому что у него все это может. Вот что? Угу. Ну, он не работает. Угу. 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 долгое время звания, и так и стало это нужно. Может, не стоит и заморачиваться с мыслями? Нет. Когда-то. Да, 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 да. Объяснение? Понимаем. Моя ответственность вообще-таки неравидительская, в том смысле, что он может, но ученик французен, когда меняют фотофюрилы, и сейчас говорят, что да. Ну, бывает такое? Сейчас. Желание. Желание. Желание или мотивация. Вот. Оно исходит из ожидания, наверное, да? Ожидания. И назовет то слово «контекст». Когда человек находится в контексте, в котором у него сработает его желание. В контексте танго у него есть ожидание вот этого. У него появляется желание, чтобы делать. Иногда ему не хватает понимания. И тогда он не делает, и ищет способы. И вот именно в этот момент, когда у него здесь перерыв, мы работаем с объяснением, давая понимание. И тогда он получает готовность и может выходить на духовность. Как он делает. Но если у него есть желание и есть готовность без этого самого понимания, то он сразу может выходить на духовность. С тем пониманием, которое у него есть. Но, возможно, это же реальная ситуация. У него не хватает осознания. То есть он вроде бы умолен. Ему кажется, что он делает то, что объясняет. А по факту? Единайте, еще раз. У него нет проблем. Он уже готов. У него нет проблем с пониманием. Он уже готов. Он делает. Это то, что нам не нравится. Когда он делает, он нас ждет не то, что нужно. Следовательно, нам нужно у него создать проблему. То есть нужно у него обрезать связь с пониманием. То есть создать его непонимание. Ну, ты не делал, но не получается. Понимаете, да? Я хочу учить это, делаю обращаю мне. Это немножко недоброе действие. Да. Назваться проблематизация. Можно делать это по-разному. У всех разностей. Инна может сказать, да, ты козел. Ну, не то, что козел, но... Вот именно то, что ты не понимаешь. То есть, если я... Я буду просто сказать по-английски. Ты сказала про отушевление, да? Возможно, что это твоя сильная штука. Ты эмоционально будешь водить. Ну, опять эту фигню делать надо. То есть ты как бы за счет своей оценки человек разочаруешь то, что он делает. И тогда у него возникает вопрос в голове. То есть непонимание. И тогда он открыт, слушать. Новое объяснение как раз. Искать новое понимание, чтобы сделать это другое. Возможно, у него... Ну, если он делает то, что ну, то у него нет просто ну, желания делать это. То есть вот здесь мы делаем. Надо смотреть, как он делает. Если он назад, она ее радостно делает. У него есть желания. Но у него другое понимание. И, наверное, это будет прекрасный способ. Он, наверное, здесь ненавидит. То, что человек делает, он не думает, что... Да... Да... Тогда... Тогда... Ага... Ага... А теперь... Давай... Давай... Ага... Давай... Надо было не переборщить, что он не просто совсем... Ахахаха... Ахахаха... Вот такая грань. Покажите, что я напишу на мой спорятель, с вами культура, да? Да... Я подошел на мой... Напишем, скорочек, вкус. Хорошо или плохо? Как он сам решает, хорошо ли плохо? Если человек вас внимает на видео, он делает, с своей точки зрения, не очень, а ему самому нравится, значит его культуре, его представлению о том, что такое хорошо, это соответствует. И тут нужно принять педагогическое решение. Либо оставить человека в этом счастье, или принять менеджерское решение. Это вам приносит деньги. Он ходит на Миронге и танцует так, хорошо? И девушки с ним, в принципе, танцуют. Да, мы девушки, да, мы счастливы, и все хорошо. Если это норма, то норма. Если они не счастливы и продолжают танцевать, то мы можем провести минимализацию через девушек. Человека тоже не трогать. То есть можно через девушек создать проблемы, парня. Но сейчас опять же еще есть еще, помимо, есть маркетинг и экономические интересы, есть педагогические действия, а есть такие глубинные вещи, которые еще до маркетинга стратегические. Вам, если таких людей будет большинство, вас это устраивает, ландшафт сферы там, в городе вас устроит, если будут такие люди все. Если устроит, отлично. Вам надо теперь поправлять свои представления о том, что такое хорошо, если тебе это не нравится. Вы понимаете, что я? Нет. Это работает с собственным принятием. Потому что бывают другие точки зрения. Хотя в любом сообществе, в городе, в городе, в Башу, есть примерно 1% или каких-то. Странных. Чуваков. Потому что, когда у тебя все в самом обществе тихо, я не знаю, 10 человек, 20, 100 человек. Ну то есть, когда у тебя 300 человек, у тебя 500 человек, но есть там эти психи, все их знают. Они все равно не есть. Это роли. Социальные герои внутри группы. И у них есть все равно. И какая-то школа их произвела. Ну, блин, Аркапия, кто ты должен был произвести эти штуки? Какие-то странные. Саня, давай я знаю. А можно справиться? Как они, мне кажется, нормальные. Видите, когда был такой ученик заблуждение, что никто не в состоянии ничего себе не сделает. Да просто не будут. Если же какая-то часть женщин, каким-то благосклонным, джентгломатчиков, говорят, какая-то часть женщин, каким-то благосклонным, Ну, окей. Ключевое слово часть. И очень важно следить, чтобы вот таковое, как бы, островок личного счастья, там, да, части людей, не распространился на все сообщество. Иначе оно будет улучшено, и те, кто могут лучше, с позиции лидеров этого сообщества, начнут уходить в даун или уходить из сообщества. Понимаете? Важнейшей частью всех вот этих вопросов является некоторая культура внутри сообщества Танда, которая говорит о том, что не все танцуют со всеми. Она базируется на этом. Если ты может в каком-то начинали думать, что все танцуют со всеми, или так жить, или не с таких соображений учить дедушек, или мальчиков, или вот деда так высклонять, вот в каком-то виде, все идет. И теперь, дорогие мои друзья, вот здесь вопрос страшного слова «выбор». Это дистанциальный этаж. Если заворачиваем, то так. Заворачиваем, потому что, на самом деле, результатом, к которому мы видим наш педагогический процесс, является тот выбор, который потом делают другие. мы человека учим тому, каким нужно быть, что нужно делать, чтобы выбор других ему нравился, делал его счастливым. Вот это вот им нравится на каком уровне? Им нравится, когда их предпочитают, когда вместе с ними делают то, что они делают. то есть, надо, чтобы ему вернулось. В общем, мы тебя ждем. Вот. Я понимаю, здесь работа. Каждые вещи. Мы ничего не забудем, пока все вопросы. Мы сейчас зацепились за конфликтику и начали из нее размораживать. Может, нормальное сообщество это так, что каждый может получить отказ. У каждого не получит согласие. Каждый принимает свое место. Может получить согласие. Есть реальная статификация. Есть. По мне, когда происходит сообщество в вере к статификации, мы приняли в Питере к прекрасным изменениям. Да. Вот в основном, в этом огромном качестве людей, эти статификации стеркнут. Отлично, потому что из-за отношений, из-за популистских воззрений, мне кажется, организаторов. Конечно. Потому что все со всеми милы, мы видим хорошие эмоции, мы такие добрые, мы такие веселые. Никто никого не должен огорчать. В коем случае. То есть, это означает, что каждый должен жертвовать собой ради всех остальных. Понимаете? И в итоге получает вот такой, я даже не знаю, даже к слову, как сказать. Я скажу аккуратно. Получается, такая уравнивовка. И как бы, лучшие ухудшаются. А в итоге, и вот это вот все молотится, оно все начинает проседать. Их сами становятся хуже, хуже, и хуже, и хуже. И потом они уходят в санкцию. Или фикс. Или еще куда-нибудь. Потому что им уже танго не дает того вот, того вот вкусного, что у них раньше было. Ну, мне кажется, что у нас примерно такая же проблема. Это у вас еще не проблема. У вас только чуть-чуть, там, наверное. Ну, просто в силу того, что у нас танцевать не с кем. Ну, их мало надо было. Девчонкам приходится танцевать совсем подряд. Хотя, в принципе, есть люди, которым неплохо бы отказывать. Не то, чтобы неплохо, а хорошо для всех. И для них, кому отказывают, тоже. Потому что с помощью отказа женщина ломает связь между ложным пониманием и тем, что чувак делает. И он начинает понимать, чёрт, я, наверное, как-то не так понимаю, идет на занятия, спрашивает у более опытных мужчин, а почему так происходит? То есть, у него появляется ячейка для нового знания. Давай, перебивайся. Ну, то есть, это нормально, да? Вводить такую культуру отказа на ломке? Нужно. Обязательно нужно вводить. Благодарить женщин, которые тебе отказывают. Спасибо. Больше я благодарю женщин, которые отказывают, особенно русских, больше, чем тех, которые тебе надавируют. Серьезно. Потому что им это гораздо сложнее отказать, чем потерпеть. Вот. Так получается, к сожалению. И мужчинам тоже нужно очень сильно санкционировать возможность вести себя плохо. Отвратительно. Отвращать от себя тех, кто это не принимает. Ради тех отдельных, кто это принимает. Из десяти женщин девятерым не понравится само танцевать. И это не потому, что я плохо танцеваю, потому что я особенный. Но одной очень понравится. И с ней не будет хорошо. А я. Могу ли я радовать и как-то сделать хорошо вот этим? Могу. Я тебе могу. Но мне для этого нужно как бы немножко наступить на свое самоуважение и быть немножко не собой. И тогда они такие, ну ладно, хорошо, ты молодец, он с собой пожертв. Вот. У нас есть практика. На этой есть практика. На этой есть практика. На этой все. Где мы друзья. Есть очень важная работа. Знаете, на что мы сейчас упираемся? Мы упираемся в работу идеологическую. Которая на каждом уроке должна происходить. На каждом уроке. По чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Но педагогировать элементы культуры нужно. Поэтому нужно объяснять не только что мы делаем, и как мы делаем, но и почему. И как оно упирается, вот этот педагогический процесс, который искусственен, в реальности, где происходит личный выбор каждого человека. Понимаете? Угу. Угу. Окей. Следовательно. Вот этот вот выбор, я сейчас напишу так, страшное слово. Real. Реальность. Вам самим нужно в линии с рима находиться. У преподавателя, особенно, который работает со взрослым иммунизмом, у него всегда три есть функции. А одна из этих функций это быть артистом. Это воодушевление. Чтобы людям было легко, чтобы оно было понятно, чтобы было весело. Шутки пошли. Шутки пошли. Я задумываю. Или в какой-то момент оказаться дураком какого-то вообще. что-нибудь вообще. Вторая функция, она очень важная, и мы все должны быть в этом просто супермастера, и нет людей, кто в этом не нуждается. Мы должны быть психологами. Мы должны быть в состоянии, ну, как сказать, нам желательно обладать таким богатством внутреннего мира, то есть столько иметь в себе проблем, лежитых, переработанных и знакомых, что мы можем проникнуть внутрь человека и изнутри его увидеть реальность, как он ее видит. Как вот наша вчера девушка, наоборот, Настя Путерекова. Очень с ней интересно. Очень с ней интересно. У нее там прям такие, и такие понятные. Так там все, все хорошо знакомо. Немножко извращенный, наверное, вкус из-за этого. Потому что я люблю этих людей, которые искаженные. Потому что у них эта искаженность, она делает их очень настоящими. И потом, когда начинаешь с ними работать, они потом устреливают. Очень здорово. Я тоже думаю, что у нее хороший потенциал. Конечно. У нее супер. Найди любого искаженного, у него обратная сторона для гениальности. Поэтому с ними клево работать. А которые ни туда, ни сюда будут их попробовать прискочать. Он наш друг Волода был, который вчера с Ризой, он настолько хороший, в целом, настолько хороший, попробуй найди в нем в его броне хорошести, найди в нем трещинку. Понимаешь, что-нибудь, через что его можно развить. Выманить, даже развить. Ну, вроде вчера и получилось. И через то, что ты был угомлен. Ну, скажи. У меня это только между нами. О, окей. Да. Так вот. Первая роль – артист. Ну, она непопорядка просто. Артист, психолог, помогающий преодолеть сопротивление и обучение. Она говорит, типа, я хороший, ой, я плохой ничего не получше. Любое бывает. Третье – это то, что мы сейчас с вами зацепили через вот это. Быть посредником между знанием, в нашем случае, а у нас особый случай, мы не академическое знание преподаем, а знание жизни, между знанием реальности и внутренним миром человека. То есть, мы должны все время связывать то, что он делает, с тем, что будет у него в будущем. Мы как бы готовим человека к полету в космос. Особенность в том, что мы готовим человека, как Гагарина, как первый маркет в космосе. Потому что у каждого там ты свое. Никто не повторяет ничьей пусть. Но мы-то знаем принципы, мы знаем примерно, что там безвоздушное пространство, что там ты будешь один наедине с космосом, что там будут злые женщины, злые мужчины. И проблема не в местных мелангах. Вот этот космос, выход в космос – это не местные меланги. Это даже не русские меланги. Хотя, в принципе, не можно на некоторых мелангах попасть в такую реальность. Но все равно у нас предстоит зря одну культуру. Мы так все друг друга поддерживаем, что всем другим мажем монастезирующей мазью любые воздействия. Все с космосского. Ну, ощущение безопасности лучше всего, бывает, когда ты уезжаешь куда-нибудь, и идешь там не в фестивальную мелангу, она просто меланги обычная куда-то, где ты вообще ни с кем не можешь поговорить, по-моему, что-то его на леком цепи говорят. И эта меланга обычная, где никто не наряжен, где никто его положит на диджей. И желательно не клубные меланги. А какая-то общая городская меланга, где люди пришли ради себя, заплатили деньги за свои деньги, хотят потанцевать с тем, с кем они хотят потанцевать. Лучше в Буэнос-Айрис. Потому что, да, люди пришли с очень мотивированными. Они заплатили много денег, чтобы попасть в Буэнос-Айрис, и чуть-чуть за то, чтобы попасть на эту мелангу. Но они выбрали эту мелангу среди десятков других меланг в этот же вечер. И они очень хотят сделать этот выбор как бы не зря. Поэтому выбор, с кем потанцевать, каждую тангу до хрена стоят. Понимаете? И вот там начинается реальность. Там начинается такой пластилин в душе. Почище, чем в горах. Что в горах как бы обижаться не так там. Ну, город, не город. Есть гравитация, гравитация, камни там. Сам облажаться. А в социальной реальности как нужно обидеться на других. Можно думать, что они в чем-то там плохие. Вот они, сволочи, эти итальянцы. Или, может, там эти аргентинцы ничего не понимают. Какие гады, там все влюбивые. Эгоисты. Вот Шферау не подмигивает, сегодня со мной не танцует. Подлец. А в молодых сообществах, и в Питере, в отношении сообществ, в общем-то, не такой же молодой. Это действительно большая разница. То есть, в сообществах, на которых не составило 15 лет, когда они, вы говорили по-моему, в танцполе, можно сказать, что на втором сообществе в Питерпульке оно произошло в каком-то следующем. Пока оно в общем-то так же, как у вас. На простые юные. В этих юных сообществах, у них есть некоторая проблема с активностью и с некоторым уважением к процессу. С глубиной видения процесса. Да, с глубиной видения процесса. Потому что немножко все находятся на очень личностном уровне. Типа, а вот это Петя. Петя танцует меньше, чем я. Нет, короче, Петя. Вот когда там был, да, Петя. А что Петя? Вот его папа танцевал. Вот это было, да. То есть, там у меня было мнение восприятия. Нет какого-то такого... Немножко все случилось. И сам Петя такой... Думают, типа, вот я молодец. В общем, танцуют. А танцы сложные, потому что сообщество их колбачит. Они... Я совершенно точно знаю, что за то время, пока мы танцуют дети, как бы, ощущение на мелангах, как качество их, и их атмосфера, и все. Оно изменилось. Хотя в них там все же самое танцуют. Это же больше стало. Что-то лучше стало. Попеем. Но оно было гораздо больше, там, я не знаю, в детстве в классном году, было гораздо более мотивированное, и гораздо более какой-то... А сейчас там зацель какое-то упадочное было. Более... Оно было больше... Более... Японским самурайцам, что ли, да? С больше самоотдачей... Да. Люди называли самоотдачей, или к чему-то стремились, у людей был какой-то... Вот. Часто, может, по-моему, просела. Может, вся шутка взойдет, или он опять... Но это сам происходит. Окей. Потому что технические вопросы, как научить чему-нибудь, мы сейчас до этого дойдем, да? Но фундаментом и миримом, и окончательной проверкой, оценкой результата, является ремонта в чужом городе. С чужими людьми. Вот когда человек там съездил в Венесарис, проверил себя, соотнес на мужчину, например, как танцуют другие, понял, кто с ним танцует, кто не танцует, почему, как они к этому относятся. Он реально верифицировался, через внешнюю реальность. Вот это да. К сожалению, нам очень сложно дать людям самим сделать этот оценку, пока он не съедет. Понимаете? Мы можем просто не заниматься глупыми людьми. То есть, умным человеком можно объяснить. Знаешь, говоришь, то, что мы сейчас с тобой делаем, каждый свой шаг, я сверяю со своим опытом танцевания в самых сложных ситуациях. В самых интересных ситуациях. Они одновременно, в слове они интересные. И, пожалуйста, смотри, можешь спросить других, кто есть в Урбанных Саисе. Можешь потанцевать за границей, можешь потанцевать с нами, но всегда спрашивай, с кем ты танцуешь, сколько человек танцует, с кем он танцевал, где он в нем, какая культура в человеке. И соотноси то, что ты делаешь, с этими ответами. То есть, тогда умный человек, наверное, может примерно соотнести, но все равно, пока они сидят в Урбанных Саисе. Потому что, вроде, в Урбанных Саисе можно в Берлин, или там Большая. Потому что, есть такие столицы в мире, Станбул я думаю, что работает. Станбул, Берлин, Фитин, Варшава, я думаю, что Турку. Это не Хельсинки, а Турку, потому что там очень мощный клуб. Потом, что у нас еще там из ближайшего? Ну, в принципе, Нурриги, наверное, нет. Вот Вильнюсе, да. В Вильнюсе, сильное сообщество, там можно идентифицировать, себе там откажут, без проблем. Ряд же в тех местах, где не откажут, туда надо ехать. Помните, вчерашнее занятие с дедушкой, которая говорит нет? Ага. Вот еще так же сообщество, которое умеет говорить нет, оно сильнее, и оно тебе право скажет. Из 10-ого количества учеников из того сообщества, которое, по сути, вы как школа создаете, надо прекрасно понимать, что процентов в социале, там разный, может быть очень классный, как-то там, колебаться, но какой-то значительный, больше, 67-80% людей, они не хотят выходить в этом детском социале, не хотят быть номинаний, не хотят узнавать правду из этого. Они не хотят, чтобы они, но они нужны. Это люди, которые создают бульон, номинонки, в котором плавают всякие тренды. Ребята, 30-80 знаете, да? Да. Это 20-80. Вот эти 20 будут создавать ваши 80. Да. Но как бы, вы можете воспитать любых консоров, интересных, каких-то чуваков, вот в 70-80, что-то живет, но у них все равно будет максимум 20%. Но эти 80% они важны. Качество бульона важнее было супер. Типа да, очень хороший бульон. Вообще это главное. Супа не будет. Супа не будет. Вам нужно 80% людей, которым просто нравится местная домашняя ватная танго. Оно им нравится, а они им хорошо танцуют. Они с удовольствием танцуют друг с другом, и они создают среду на мелодке, в которой вам сами трудно танцевать. У них должна быть базовая культура. У них должна быть обязательно базовая культура мелодки. Они должны поддерживать ровно, они должны с уважением относиться к другому окружающим, они должны с каким-то уважением относиться к музыке, как вы там все представляете, царь, но в принципе То есть должно быть культурное, ценностное единство и понимание различий. Возвращаемся, не возвращая, переходим к стилю. Основных стилей... Пока мы не перешли, я хотел бы спросить по корреселу на мелонгу. Если я всех на занятия зазываю на мелонгу, говорю, что это обязательно, потому что там все-таки практика и повышающий уровень. Зазываю всех на мелонгу, говорю, там будет круто, там потанцуем, там общаемся. Окей. Ты когда говоришь, заходите на мелонгу, ты аргументируешь тем, что вы будете работать над собой продолжать? Да. Тогда это не мелонга. Нет, я говорю, что там будет клево, мы там и поиграем, и пообщаемся, повеселимся, пошутим, и вы также вырастите. Вот смотри, то, зачем человек что-то делает, очень сильно меняет то, что он делает. И тут надо не путать, я пытаюсь сейчас в твою культуру, добавить элементы развлечения между уроком, практикой и мелонгой. На уроке человек делает то, что говорит ему учитель, ради того, чтобы стать лучше. На практике человек делает то, что сам хочет делать, ради того, чтобы стать лучше. А на мелонге он делает то, что хочет делать, ради того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы быть счастливым, не чтобы стать лучше. Если человек стремится стать лучше, он напрягает всех вокруг, потому что он как бы жертвует своим счастьем ради самосовершенствования. Мелонга – это не место для самосовершенствования. Он почти всегда остается недовольтворенным. Потому что это принцип самосовершенствования – оставайся недовольтворенным собой. Но он и того человека, кто с ним в паре, зачаровывает. Поэтому важно, когда ты на уроках зазываешь людей, зазывай их на практику. А на мелонгу заманивай. Не зазывай, и вы станете лучше, а соблазняй. Я вчера потанцевал на мелонге, я счастлив, но не скажу с кем. Понимаешь? Чуть-чуть разница, но будет большая. Ты поотвечаешь на твой вопрос, который ты спросишь? Сейчас, с начала. Хорошо, давай дальше. За это спасибо. Когда их приглашали, и вот партнерши приходят, начинающие, в следующих людях, вот. Ну, они потанцуют, ну, так себе, ну, так как начинаешь. Мне их приглашать, если ты их хочешь. Если они тебе нравятся для женщины, то да. Если нет, то нет. Если нет, то нет? Конечно, нет. Я не могу пригласить, или нет. Они не получат, там, того, что ты им обещал. Соответственно, не надо обещать. Нет, я хочу, чтобы они приходили, чтобы им было интересно. Тогда соблазняй, но не обещай. Понимаете, что надо? Черт, побежи! Начинается. Надо женщин и мужчин заманивать на мемонгу, соблазняя вкусным, но не обещая ничего личного. Потому что тогда, чтобы ты не сделал каждому из них, это будет хорошо. У меня же больше этого есть. Не хватит, это не доело. Есть некоторая частность, которая, если мы так честно со своей собственной мемонгой, когда мы начинаем ходить и продолжаем произвести, что, вообще-то, довольно часто они бывают демоновые. Да, женщин вообще довольно часто. Особенно в начале пути. Давайте признаемся. Ну, как бы это был демоновый опыт. Ты пришел. Ты, типа, быстрее стремно. Да, с тобой кто-то танцует. И когда с тобой танцует, ты думаешь, он лучше был с тобой не танцевал, потому что это как будто не так. Да, все закончится. Да, все закончится. Ужасное состояние. И, понимаешь, это нужно для того, чтобы часть женщин не смогла пересечь это. И обсеиваться. Это путь в открытое море. Понимаешь, они не смогли переехать. Барьерные рифки. Короче, не смогли. Они должны отсеиваться. Эмоционально неустойчивые. Это отбор. Да, это отбор. А женщинам устроен так. А мужчинам устроен по-другому. Нет, может их постепенно, постепенно. Нет. Точно нет. Их просто допускаешь туда. То есть, теперь... Смысл выбора в том, чтобы отсеять худших. Понимаешь, в итоге танго пригодным осталось звучать. Не только выбор. Те точки, которые согласны потерпеть, жить и развиваться вопреки всему этому из-за того одного какого-то мелкого опыта крутого танка, который они получили где-то там. Он достаточен для того, чтобы они остались. И искали его заново, искали его заново. И ему недостаточен. И тогда есть куча других вариантов обе, которые для них подходят больше. Потому что из них со мной не получится шестерик танго. Ну и кофе. Танго не для всех. Все могут научиться. То есть, можно научить танго. Как технике можно. Да. Но оно не для всех. Потому что у него вот эта вот сложность его освоения и длина танка пути бесконечной. И реализация еще больше. Она должна в человеке соответствовать награде, которую он за это получает. И ты не отвечаешь за эти награды, которые он получает. Потому что ты его личница. Ну, так устроена. У кого-то это прет больше, а у кого-то меньше. Если прет недостаточно, то ты ничего не можешь сделать. Оно просто для него довольно стоит. Все. Оно не стоит. Ну, что ты делаешь? Придешь ему показать. Ну, это какой-то скорость. А смотрите. Вот такой. Я вообще не помню. Чего ли там? Зачем? То есть? Могу? Продолжение. Готов преподавать? Нет. Могу. Дальше. У меня вопрос в продолжении. Просто все-таки. Когда ты приходишь на вот вообще чужую мелонку, да, ты приезжаешь туда один, ты никого не знаешь. Вот как... Как себя продать? Я не знаю. Как получить опыт танцевания, что ты же можешь просто просидеть, я не знаю там... Можно просто вот сидеть, если ты... Я прошу прощения. Я должен остановиться вопросом. Давайте все равно расскажу. Но обязательно нужно это делать. И этот вопрос нужно обязательно поднимать. Он не только у тебя. Он есть у всех, у мужчин и женщин. Ну, естественно. И для этого существуют способы, для этого существуют моделирующие симуляции, так называемые. Когда мы, например, когда обучаем людей кодибус, мы симулируем мелонку. Мы объясняем. Показываем, делаем, делаем. Это просто поразительно. Я раньше, может, полная фигня, но потом мы стали это делать. И это поразительно. Но даже вот если нас сейчас всех посадить, а мы кладем, то берешь людей, какие-то сажаешь, объясняем, как все устроено, что нужно делать. Все рассказываем. Это учебный момент. Вы даже танцевать не надо в итоге. Они не могут подноситься. Не могут. Все. У них просто какая-то параличная воля. Хорошо. Не могут посмотреть другому человеку в глаза. Они у них... Хотя это учебный момент. Все понятно. Там уже страшно. Но там само есть реальность. Там есть реальность, просто не знаешь, что человек не само... Реальность выбора каждого человека. Что мы делаем? Мы объясняем, сажаем... Но почему мы просто закрываем через пространство скамейками, завозим людей, здравствуйте, проходите. Мы моделируем, как будто они пришли на канал. Они до этого как-то научились ходить по кругу, поняли принципы обниматься и ходить, расслабиться и как бы не париться. Но мы сейчас учимся создавать пары. То есть у нас про этот самый... про социальные аспекты там. Один из первых четырех уроков. Вот. И мы сажаем женщину на длину. И на длину какую-нибудь пару просим. Говорит, вы у нас пара. Мы с вами особо обращаемся. И мы на вас надреберемся на край. И дальше говорим. Ну вот сейчас звучит музыка. Мы будем приглашаться. Садимся в Сони так, чтобы у нас было видно обоим. И детально показываем. Здравствуйте. Смотрим на Соню. Соня мне отвечает. Это тяжело, потому что Соня в журнале она мне ответила. На самом деле нужно медленно отвечать. Чтобы все видели, как она отвечает. Серьезно. Теперь это происходит. Наверное, там полсекунды. А мы делаем это долго, чтобы мы уже с ней увидели и поспорили принцип. И поняли, что это не просто подзакон. Да, нет, там, пам, пам, пам. А что эта подробная Соня, например, может детализированно передать мне информацию. Когда и где мы с ней встречаемся. Так, чтобы никто не видел там ничего. То есть почему она не идет сейчас вон на танцевать. И какие у нее планы на это. В том, в том и 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 в том. И так далее. Мы объясняем, что это более широкий контекст коммуникации. А потом рассаживаем людей. Отключаем музыку. И давайте, пожалуйста, вот. И дальше мы там просто осмотримся со всеми. Переглядываемся. Смотрим, что как друг на друга смотрим. И реально составляя пары. И обязательно танцуем весь танец. Хоть как. После этого заканчиваем. Типа у нас танцы. Меняемся. Мы тратим на это где-нибудь 30-40 минут. Ну, 30. Но очень редко меньше. И люди после этого выходят уже с ощущением не станет. Да. Да. Понимаете, да? Это то же самое, как эти близкие объятия. Давайте сначала позанимаемся на расстоянии. А потом станем близкие объятия. Вот это вот стратегически, вот тактически это вроде бы грамотно. Но стратегически это большая ошибка. Потому что привычка танцевать на большом расстоянии предотвращает, создает проблему для входа близкое. Мы сразу входим близкое. Мы даже не говорим, ребят, там до нас это так все. Такое близкое. Но если вам мешает что-то, вы можете выйти в дальний, но в принципе это так. Мы сейчас к этому, кстати, привыкли. И у людей получается, что нужно с конца начинать и получать все. То же самое, что на мелангу потом, потом к нему не хрена. На мелангу сразу с первого занятия. Ну, с третьего. Или с третьего. Вообще-то у нас это первое занятие. Первое, да? Первое. Да. Социальный аспект это первое занятие. Мы объясняем принцип бронзы для мужчин. Мы объясняем про КБСЕО, про отказы. Мы объясняем про этикет отношения к памяти. Просто обязательно про личного. Я всегда говорю, что все женщины, которых я знаю, которые действительно хорошо танцуют, или, может быть, подавились в контактах, они пошли на урок очень рано. Да. И все время, занимаясь на уроках, имели одну ногу там? Да. Имели одну ногу там? И они отзывали там так, что сейчас все рады, что это видео записи или еще что-то занимаются. Ну, а может, я все равно замечаю. Может, не даже то, что с вами первые три месяца, это вообще не очень похоже на танго. Утрек, утрек. Да. С мужчинами та же самая история. Я лично пошел на велонгу через неделю, просто начало занятий со своей тогдашней партнерщей. И я прям там, помню, фигачил там и прочее. Через две недели мне стало стыдно. Я стал видеть, что делают другие. И мне стало стыдно, что я вообще такое творю, я что-то не то делаю. И я больше... Я полгода потом не ходил. Потому что понял, что я что-то не то делал. Ну, я сначала получил такую... Так, переходим в стиль. Давай. Что Сергей спросил, что на велонгах, если новичков, что не с целью у нас потанцевать с новичками. У преподавателей потанцевать. Ну, получается, это уже делается на практике. Я правильно понимаю? Если мы хотим их завалять чем-то, ну, как бы, что приходить на практику, мы будем, как бы. Мы с вами... Что на велонгах мы не обязаны. Если вы выдаватели, так звали... Ну, можно. Не, можно, но не... У вас много любимчиков среди всех... А как есть любимчики? Во-вторых, есть люди, у которых можно понимать, что люди не одинаковые... Нет, ты с кем-то не хочешь, то это не обязательно. Для галочки мы не там... И я хочу... Самое важное, ребят, самое важное. Если я с тобой не танцую, это не значит, что мы враги. Нет, это... Если я с тобой не танцую, это не потому, что ты мне не нравишься. Потому что это может быть по-разному. Не судьба, не тому. Не сегодня. Были другие планы, не сегодня. Мы нравимся друг другу. Мы очень сильно уважаем всех тех, кто как-то принадлежит танго. Потому что это все наши братья и сестры. Мы все на одной стороне. Но никто из нас не обязан делать несчастного другого человека. Это жертвуя собой. Нужно поставить галочки. Во-вторых, жертвуя собой. А во-вторых, я прекрасно понимаю, что, например, для части мужчин, до некоторых вообще всегда, для части, в какой-то особый период захоронительный, явно убителен для них. Не надо с ними танцевать. У них будет стресс. Сильный. Они, может быть, вообще лучше, какие-нибудь делают, если я с ними пара с тобой. Я точно так идеализирую свою часть. Да, ты не блага для всех. То есть от того, что ты танцуешь типа сто лет, и ты не являешься словно благой. Ты даже, может быть, хуже. Ты точно хуже, чем если он пойдет танцевать с кем-то, как бы, с другим начинающим. Потому что они просто подутся, потому что у них прикольно. А танцуют с тобой, они, как бы, там... Чувствуют укрепить. Внутри нет. У них уже стресс. Да. Потому что танцевать, и глина, и сидеть. И так. То есть никакого от этого... Как бы это иллюзия о том, что для них это будет хорошо. Любовь не почитает равных. Недавно. Небеза этого. А полный, возможно, это будет. Ну, вообще. Поехали. Поехали. Супер. Отлично. Дим, можно вот, кстати, насчет практик. Будете сейчас в этом месте? Да. У нас, в нашем клубе, вообще всегда будет радость по танго практике. То есть когда-то мы ее начинали вводить, и на нее, по сути, никто не ходил. То есть я бы приезжал там в 5 минут. Главное, бесплатное. Не важно. Главное, правильно, бесплатное. И сейчас, в принципе, у нас практика. То ли на нее нужно поставить на какое-то другое время, то ли как-то, в принципе, с самого начала заносить людям головы, что практика это вообще вещь необходимая, и все там даже остальное. Нет, диалогически работы не получится. Я понимаю. Ну, на мой взгляд, успешно работает такая модель. Вот у вас есть меманги регулярные? Есть? Угу. Как часто? Разве не идея? Разве не идея? Разве не идея такая, чтобы народу было точно нормально. Но меманги, чтобы он успевал соскучиться. Потому что когда мы делаем каждую неделю, получается, мелоги менее наполнены. Окей. Сделайте еще лет же меманги. Угу. Сделайте раз в месяц меманги, а раз меманги практика. В том же время, в том же месте. Угу. У вас есть меманги. Другое освещение. Другое отношение. Другая музыка. Другое поведение преподавателей. Чтобы народ понял ништяки. Что хорошего в практике. Что можно подойти с экраном. Сказать, Рома, пожалуйста, пройди со мной вот это. Давай, давай. Пускай это будет также немножко приводнее настроение. Угу. Угу. Это хорошо. Но не такой, как бы... Угу. А потом... Есть такая штука, что... Ага. Есть такая штука, что... Просто, когда люди приходят в монологические практики в городе, большие. На которых будут там запоминылонки, как кто не понимает, как разница, в курсе. А это просто... Та санцы просто называются. И ты не смыла слово. Просто ты приходишь и танцеваешься с твоей человеком. И так неистик. Нет ничего. Понятно? Поэтому можно подавать пример. Когда мы практикуемся сами на своей практике, то мы большей частью времени стоим, и на этой программе. В смысле, что мы чуть-чуть потанцевали, а потом мы действительно обсуждали. Понятно. Это травмичный момент. Люди понимают, что это не просто ты пришел, ты пришел, ты пришел, зачем ты здесь, а не там. А в чем разница? Потому что на меланге мы никогда не разговариваем. У нас не горит свет, у нас там другой атмосфер, у нас там другое отношение. Мы танцуем талию, мы так пьем. Мы там дыхаем, там. Танцуем, как па-падом. Мы можем позволить себе что-то, что это не может быть. Что это за? Если у вас меланги будут реже, и вместо меланг будет, у нас сегодня меланга практика. Ребят, мы немножко вознообразим жанр. У нас меланга-меланга, и там что-то больше омаривает, девчонки. Там иду пацаны, там галстуки, бабочки, И там, пожалуйста, ребята, давайте поднимем ранг-мемонги, придя только в приличном виде белой рубашки, брюки минимум. Лучше фраг и бабочка. Ну, как-то. Серьезно это срабатывает. Тогда потом эту практику, на которую все будут на счет ходить, можно будет перенести аккуратно в другой день. Понимаете? Если вдруг у вас… А может, народ скажет, что «не-не-не, нет, это важно, чтобы была практика, и теперь у вас настанет старт». Практика может быть. Серьезно. Плюс очень важно, что кто-то… так как сложно людям просто сказать, что «вот, делайте так», то есть так, словарно, «работает», что можно практиковаться и нужно, практиковаться на… есть вещи, которые нужно вам делать. Аминь. Супер. Очень важно. Я не знаю никому человеку, который научился хорошо курсовать, не делая… А я считаю, что есть верная примета, что это будет крутой танцор, потому что он один ходит и что-то делает. Или она ходит, а два что-то делает. А вас с собой. Да. Амфолог успел. По поводу стиля еще-таки хочу вернуться. Значит, очень важный педагогический фундаментальный момент – разделять стиль и технику. Стиль – это то, как вам нравится это дело. То есть, мне нравится рисунок, который я рисую. Вот рисунок, который я рисую, это мой стиль. А то, как я держу штрих, то, как я готовлю поверхность, то, как я планирую композицию – это технические моменты. И вот на уроках нужно очень четко различать, что, ребята, вот сейчас я вам показываю техника, и здесь заключается об этом. И чисто, одинаково, вот это специальный навек преподавателя, одинаково технично, не по-своему, а технически сделать формулу. По субасику, пам-пам-пам, четко в линию, геометрично, четко понятно, практически, ну, роботизируем. А тут все равно личные печатки. То есть, нам нужно видать, друзья, у них эти чистые штуки, чтобы потом их личные печатки потом из этого вышли. Потому что кто-то будет делать так, кто-то так, кто-то вот так. И сам кто-то тоже может танцевать как угодно. Но нужно какая-то общая, нейтральная, стилистическая техника. Нейтральная. Стилистически нейтральная. Без вкусовщины. И вот для того, чтобы иметь вот эту вот штуку, да, некоторый технический каркас данга, нужно немножко подсоседиться, подсоединиться к какому-то источнику этих данных. Для нас это в свое время я нашел, я сам и придумал, что нужно по-собасику ощутять как байфа и амега, из него начать развиваться. А потом нашел Куана и Куан мне сказал, что да, крутяк, что ты правильно говоришь, но вообще-то это давно уже придумали, а кто-то, а этот, я думал, это дитя. Он недавно по книжке, я вчера его цитировал на занятии. И там есть эта схема из восьми шагов, откуда все это развивается. Мы на это ориентируемся, мы пытаемся выйти в эту сторону. И это дает очень хороший результат. Если сказать нам результат и по технике, и по структуре, и по актовитету. Да, то есть это отвечает на мой вопрос о общем хереографическом развитии. И можно сказать, что... Давай так, мы пользуемся... У нас есть... Благодаря схеме Динзеля у нас есть хереографическая структура, чтобы говоря, какие формы проистекают, из каких форм, в какой последователь. И она дает на педагогическую структуру. Плюс у нас есть идея о том, что... Есть... О том, что... Навык... Навык там... Что там у каждого человека строится на четырех опорах. Которые... В личной технике, музыке, соединение с партнером... И... Сейчас я... Секундочку. Ты немножко... Сейчас еще... Подожди, Сонечка. Ребят, смотрите еще раз. Там, да? В нем есть стиль. Но там есть и техника. И техническая база, из которой эта техника вытекает. Чем отличается... Знаете, как это? Если бы хвост был умнее собаки... Почему собака умнее хвоста? Потому что собака умнее хвоста. Если бы хвост был умнее собаки, он бы верял собаку. Теорище авторитет только в том, что ты умнее. Ты больше знаешь. И ты знаешь что-то, чего не знают эти люди. И тогда в этом вопросе ты становишься авторитетом. То есть... Как получить авторитет, работая с каким-то человеком? Ну, самый слух вопрос, на который у него нет ответа, а у тебя есть. Понимаешь? Ну, окей. Ну, хорошо. Почему собака состоит из таких шагов? Что такое собака? А, ладно. Что значит такое собака? Ну, не надо. Потому что... Да, потому что... ... 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